Привет, дорогой зритель! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. И очередная новинка от Xiaomi, это Redmi 6A, глобальная версия. Ну и, собственно говоря, сейчас мы ее будем разглядывать поподробнее. Скажу сразу, идет еще несколько новинок от Xiaomi. Чупок. Пломбы. Все дела. Да чтоб тебя. К окончанию обзора, может быть, придут еще такие телефончики, и я смогу вам показать всю их цветовую палитру. Она не сильно большая, конечно, но все-таки. Итак, что такое глобальная версия? Да, глобальная версия. Это евровилка, зарядка. И, собственно говоря, сам телефон. Значит, что такое 6A? Ну, в принципе, как и 5A серия, что ноут, что просто Redmi 5A, у нее плюс какой? Два лотка. Раз, два. В один лоток вставляется симка-симка, во второй лоток вставляется флешка. По этой причине выбирать версию 2.32, ну, нет никакого смысла, да, гораздо проще флешкой все это дело разогнать. В чем отличие от 5A? Он побольше размером. Корпус, несмотря на то, что не металл, а пластик, более приятен. И у него, буду резать, буду бить, у него двойная камера. Это вот, ну, на вскидку, да. Также у него трехтысячный аккумулятор. И в связи с тем, что у него соотношение сторон 18 на 9, у него сам экран по соотношению к телефону больше, и диагональ экрана у него получается 5.45. При этом он немного больше, чем стандартный 5-дюймовый телефон. А что сейчас сделаем? Сейчас я его включу, загружу на него разные разнообразные тесты и так далее и тому подобное. Немножечко с ним ознакомлюсь и вернусь вам все это дело и расскажу. Не уходите. Переместился я. Обратно на свой балкон. Расхреначил к чертям собачьим телефон. Да не, не расхеначил. Так, и хочу продолжить, да не продолжить, а начать, собственно говоря, про него рассказывать. Итак, ребят, я лохопед 15-й. Ну, одно радует то, что я не первый. Значит, нифига здесь не двойная камера, а по непонятной причине. Вот, вот просто, вот я абсолютно не могу понять причину, нахрена надо было делать вот таким вот образом. Во-первых, да, выпирающая торчащая камера. А во-вторых, здесь не двойная, а камера и плюс вспышка. Ну, я этого понять не могу. Второе, чего я не могу понять, на кой ляд они динамик вывели сюда. Не знаю. Спорный момент, спорный момент. Так, пленочка-то вам, наверное, да? Ни к чему здесь. Дайте ее подснимем. Вот, опять же, да, не могу понять. Вот, пришла тебе новинка. Ты такой думаешь, ну, сейчас я найду хорошенькое стекло, а пока попользуюсь транспортировочной пленкой. Они такие, а хрен там плавал, дорогой покупатель, мы тебе на временной пленке херни всякой написали, которая тебе не сильно впилась. Ну, да ладно. Второе. Откуда здесь была юла? Предустановленная юла. Кто ее начал сюда пихать? Хрен его знает. Так, ну, давайте, мультитач. Все, работает, проблем никаких 10 касаний поддерживают. Так, что вам надо? Вам надо рассказать... А почему я полез в постройки? А, ну, собственно говоря, да, кнопочки у нас с экрана ушли, они перешли на... Не с экрана, а с корпуса телефона. Они ушли, и теперь они оказались на экране. То есть, вот они туда-сюда, они появляются. Проводничок зайдем. И гляданем, чего тут у нас по скриншотам. Итак, Бонзай Бичмарк показал 3671 очко. Очко. Очко, 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 очко. Попугая, короче. Вот, при этом, как ни странно, FPS 52.4. Почему странно? Потому что, ну, для такого достаточно простенького телефона, да, это много, ребят. Ребят, 57 это много. Значит, непосредственно... Бинжмарк нам дал 62249 попугаев. Ну, опять, ребят, это, ну, много. Слингшот Xtreme 278. Слингшот просто 455. Ice Storm Xtreme 5431. Ice Storm Unlimited 7660. При этом, АПИ Оверхэд не поддерживается. Новая модель. Возможно, вы первым протестировали это устройство. Пожалуйста, напишите нам. Ворк 2.0 Performance 4720. CompuVision 2991. Storage 5104. Ворк Перфоманс 6757. Ворк 2.0 Performance 4720. При этом, Ворк 2.0 Battery Life показал 10 часов 51 минуту. В принципе, ну, достаточно хорошие показатели. В этом вопросов никаких нет. Да, в связи с тем, что мы на MIUI 9, здесь разделение экранов. Ну, одновременно можно открыть, скажем, WhatsApp и Telegram. И там с одного чата в другой чего-нибудь писать. Ну, вполне удобно, но может быть. Что у нас еще есть? У нас есть еще инфракрасный порт. Соответственно, мы можем продолжать ставить сюда разнообразные пульты. И, собственно говоря, если у вас лентяйки вечно теряются, без проблем можно всегда телефоном. Там и в комнате, и в спальне, и в зале. Если у вас восьмикомнатная квартира, да, вместо восьми пультов одним телефоном. Вот откуда у вас нахрен восьмикомнатная квартира, если вы... Хотя, может быть, вы сказали, что нафига мне понты. Я возьму самый дешевый Xiaomi, поэтому у вас есть восьмикомнатная квартира. Возможно. Поэтому все восемь пультов, плюс на кухне, да, вы можете закачать сюда. Также кондиционер, ну и так далее. Разъем для наушников у нас находится сверху. Никаких таких там критичных звуков нету. Сканер, отпечатка пальцев нету. В этом отношении все прикольно. Давайте посмотрим следующее. А что мы с вами посмотрим? Давайте GPS-тест посмотрим. Разрешить? А что так долго? 15 видимости и ничего не используешь. Идите не нравится. GPS включена. Да, включена GPS-ка. О, начал он, наконец, использовать. Холодный запуск у нас очень долго длился. Спутников он также 3 видит. GPS-глонасс и там какой-то еще, судя по всему. Точность достаточно хорошая, но... Ай, не туда я залез. 30 секунд у него ушло для того, чтобы произвести первый холодный запуск. Давайте повторно попробуем. В этот раз должно уже быстрее. Да, уже подхватывается быстро. Проблем никаких. На первый холодный ушло достаточно большое количество времени. Что еще про него рассказать? Можно было бы, наверное, поиграть в игрушки, но, ребят... 2 гига, это не та трубка, которая дает тебе возможность поиграть. А, значит, в чем у нас особенность? Значит... Ух-та! Звонит мне кто-то. Дай-ка я отвечу. Так, значит, что у нас тут? 3000 мАч батареечка. Слабовато, но для Ашной серии это, как бы, собственно говоря, норма. А вот центральный процессор здесь уже 4 ядра. 4 ядра от 900 до 2000 мегагерца. Кактус стоит МТ-6762. Ну что, дорогой зритель, пришли все-таки у меня оставшиеся цвета, и я смогу вам их показать. Значит, цветов у него целых 4, у данной модели Redmi 6A. А спереди они отличаются следующим образом. Два с белой мордой, два с черной мордой. Сзади они выглядят следующим образом. Золотой, синий, черный и сильвер. Ну, учитывая то, что я немножко ошибся в начале видео при распаковке, задняя камера не двойная, а камера со вспышкой, не совсем понимаю, на кой лето они так придумали, торчит она достаточно сильно. Соответственно, для того, чтобы камеру не ушатать, вы, скорее всего, будете пользоваться бампером. И, собственно говоря, задняя часть не имеет никакого значения. При этом, это одна из немногих моделей Xiaomi, которая не зависит от цвета, как правило. Зачастую черный и золотой может достаточно заметно отличаться. Еще раз. Это у нас правильно называется Dark Grey, темно-серый. Это у нас называется Black, черный. Это у нас называется Blue, голубой. Но он на самом деле не голубой, а такой синеватый. Ну, и, собственно говоря, золотой. Он гораздо приятней материал, чем 5А, но при этом он по ценнику... Ну, сейчас о ценах, еще раз, ребят, достаточно некорректно говорить, потому что курс валют очень заметно изменился, и вот такая свистопляска происходит. При этом данная модель, ну, как минимум, какое-то время будет регулярным товаром. Ниже есть ссылка на группу, и в этой группе можно посмотреть телефоны, которые есть в наличии. С отправкой из Москвы, отправкой либо почты, либо с ДЭКом. Ну, единственное, по передоплате. Цены, наверное, сейчас буду вставлять уже сразу с учетом доставки. В общем, в целом китайцы, даже не китайцы, наверное, курс ошалел, потому как, ну, то есть, вот, как бы, да, есть там трубка. А с Китая она 8 с лишним тысяч. Вот в данный момент заказать ее с Китая в глобальной версии 8 с лишним тысяч. Ну, блин, я не знаю, да, там уже рядышком начинаются всякие Redmi 5, да, за, там, немногим, скажем так, дорожу, который у тебя и сканер отпечатка, да, и рожа, кожа, там, 3 гига оператива, все дела. Не знаю, что-то поменялось. Цену, собственно говоря, наверное, адекватность цены я оценивать не буду. Как в магазины не хожу, не брожу. О, смотрите, тут еще фейсбук сразу и джум стоит. Да, обалдеть. Вот. Картина следующая, да, в наличии он у меня есть, либо, как минимум, какое-то время будет. Ссылки в описании на группу есть. Заходите, то, что наличие там будет отражаться. Ссылку на заказать с Китая, опять же, положу. В целом, наверное, поприкольнее, чем 5А, да, то есть увеличенный дисплей, сам по себе корпус немножко другой. И, опять же, если смотреть, что там 5А сейчас с Китая в районе 7 тысяч стоит, ну, наверное, тысяча – это небольшая переплата. Примерно так. Итог. Бюджетник. А, камера, кстати, ребят, вот чуть не прошел. Да, камера мне очень даже понравилась. Камера мне очень даже понравилась. Для бюджетного телефона, ну, вполне. Итак. Дешево, сердито. Не более того. Каких-то там особых фишек, да, нету, но при всем при этом очень хороший середнячок. По большому счету, если это ваш бюджет, смело его берите в один из тех телефонов, которые вы там хотите выбрать. Ну, и определяйте, что вам больше понравится. Чего точно не хватает, как вот пятерки 5+, не хватает силиконового бампера в комплекте, потому что выпирающая камера, ну, ребят, будьте любезны, да, чехольчик для него, ну, нужен как-то не крутись. Затем, думаю, все. Простенько, скромненько, без всяких бла-бла. Но зато скоро придут, надеюсь, скоро придут три новинки от Xiaomi, которые будут помощнее и которые будут поинтереснее потестить. Ну, а пока, наверное, все. До скорых встреч.